здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про стрим который был на канале корбина туда были приглашены еще strike стенлок и ликвидатор разговаривали они про проблемы игры обозначили для себя главные проблемы поговорили про них каждый высказал свое мнение и в целом этот стрим для меня был стримом года вот если картошка делала стрим года он мне не понравился вовсе там абсолютно не было озвучено тех проблем которые для меня были близки когда я играю в игру world of tanks а вот на этом стриме которые устроили на канале корбина там все вопросы которые затронулись были очень похожи на те проблемы которые есть и у меня у меня в принципе все то же самое что они и рассказывали поэтому эти проблемы я тоже считаю проблемами их все нужно решать и давайте наконец уже ближе к теме что за проблемы и как их решать сначала расскажу некоторые поверхностные такие вещи а потом уже по списку какие проблемы были и отдельно затронем каждую более подробно итак ссылка на этот стрим будет в описании если кто-то хочет можете посмотреть в целом самая здравая мысль которую я услышал на этом стриме по поводу развития картошки которую озвучил страйк это постоянные микро патчи с маленькими изменениями баланса всех танков это то что на мой взгляд должно происходить постоянно если какой-то танк куда-то выбивается или какие-то классы техники их слишком много или слишком популярные слишком нагибающие нужно в какую-то сторону потихоньку их или улучшать или ухудшать для того чтобы игра постоянно находилась в адекватном состоянии и не было каких-то упоротых перекосов что какой-то танк там нагибает несколько лет потом его сразу резко нерфит полностью в говно у многих людей происходит негатив кто-то доволен что его понерфили в общем это не нормально или какой-то класс техники очень популярны его слишком дофига бои становятся кончены все это из-за того что картошка раз в 50 лет делает свои изменения и делает их очень кардинальные это неправильно и с точки зрения того как это воспринимает аудитория и в целом на игре это тоже сказывается плохо если бы танчики правились и балансились очень часто и маленькими дозами никто бы не заметил что арту можно было бы понерфить и она была бы не такой токсичной и имбовой колесники тоже можно было бы понерфить и они никого бы не бесили не раздражали но это все происходило бы медленно и постепенно люди которые играют и на арте и на колесниках со временем бы не замечали что их танки уже не прям такие люто имбовые и всех бесят раздражают от них много токсичности потихоньку бы переставали на них играть и равномерно расползались бы на другие танки это было бы нормально и адекватно и не было бы таких лютых скачков люди бы тоже не горели не бесили что вот мой танк был лютой им боя теперь он сразу или наоборот мой танк лежал в ангаре 30 лет он просто был не играбельный а тут вдруг он сразу им бищи и в рандоме стало много как тайп хэви он был очень токсичным и какой-то момент их стало очень много потом его сразу понерфили переделали так что его не стало в рандоме вообще такого не должно быть и разработчики занимаются балансом крайне плохо это отвратительная работа также еще разработчики рассказывали на своих стримах что в игре всегда будет имба остальные танки будут время от времени там типа подгоняться под их параметры вот из-за этого решения которая кем-то притянута за уши что в игре всегда должна быть имба в игре нет баланса им толком не занимаются раз в 30 лет они просто перекручивают параметры танков очень сильно и снова все с ног на уши становится была одна имба теперь другая и баланса как никогда не было так из-за разработчиков его никогда скорее всего и не будет вот страйк высказал правильное на мой взгляд решение как должно быть в адекватной игре и во многих онлайн играх так и происходит если игрой реально занимаются и она классная микро патчи должны быть постоянные с изменением танчиков чтобы они были все в форме чтобы человеке играли на тех танках на которых им нравится чтобы все танки были конкурентоспособные и это никак не повлияет на популярность игры это не уменьшит онлайн если игра хорошая и мнение про разработчиков время от времени будет звучать хорошая а не всегда только негативная если они будут адекватно заниматься игрой сейчас же любое изменение от разработчиков воспринимается как говно и отчасти это заслужено и теперь самые основные проблемы игры world of tanks на взгляд страйка стенлока ликвидатора слову у каждого из этих стримеров по картошке может быть свое мнение какая проблема для них самая важная но поскольку этот стрим проходил на канале у корбина и он задавал темы то они были в разном порядке для каждого из этих стримеров по важности а для некоторых вообще не были проблемой итак первое за что мы поговорим это артиллерия самое основное и токсичная в артиллерии это то что ее чрезмерно много ее очень сильно оказуалили она очень сильно нагибает в руках слабых и обычных игроков а артоводы которые якобы профессиональные очень хорошо на ней играют они не слишком сильно отличаются от слабых артоводов особенно в рандоме в клановых боях возможно там конечно нужны навыки определенные и знания но вот в рандомных боях разница между сильным артоводом и слабым не сильно большая и на мой взгляд здесь бы предложение страйка про про небольшие патчи с изменениями характеристик зашли бы в самый раз постепенно бы арту нерфили 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 до адекватного состояния бы ее довели чтобы она была и не говном и не имбой популярность бы арты не было бы такой большой поскольку сейчас на арте играют абсолютно все так или иначе идут на арту отдохнуть получить нагиб и при этом не прикладывать никаких усилий и на арте играет очень большое количество танкистов это очень популярный класс техники как бы еще можно было повлиять на то чтобы арта была не такой токсичной ну конечно же уменьшение ее количество чтобы ее в бою было 1 2 конечно же все были бы рады чтобы ее было 0 но такого никогда не будет также еще уменьшение продолжительности оглушения если артиллерия тебя не пробила то и оглушение должно быть небольшим и только если она тебя пробивает в таком случае и должно быть большое продолжительное оглушение сейчас артиллерия слишком на большой промежуток времени накладывает на тебя оглушение целом грубо говоря это все по поводу артиллерии самое основное это то что ее чрезмерно много. Особенно на 10 уровне 41% боев, 3 артиллерии. Нужно уменьшить популярность артиллерии, уменьшить оглушение и уже будет в разы лучше. Также лично Корбину не нравится, что очень большие криты артиллерия наносит. Даже не попадая в танк, а просто рядом снаряд ложится, уже пол танка там ломается. Я в принципе с Корбином согласен, но вот остальные не особо с ним были согласны. Тут уже как говорится у каждого свое мнение. Следующая проблема, которая была очень важна для всех, кто был на том стриме и для кого-то была очень важной, прям на первом месте, для кого-то на втором месте. Но в целом две самые основные проблемы это артиллерия и карты. Ни на одном из стримов разработчиков, ни на одном стриме года вы никогда в жизни не услышите, что карты дерьмище. Изредка там кто-то пытается задать вопрос, но тут же эта тема умирает. И только когда собираются хорошие игроки этой игры, которые реально пытаются играть в это на максимум сколько они могут, от них можно услышать, что карты дерьмо. Я с ними полностью согласен. Есть карты, где убрали штурм, но оставили встречку. Хотя штурм был лучше. Я сейчас говорю про границу империи. Адекватность такого поступка разработчиков... Да тут нету никакой адекватности. Они как обычно тупорылые. Дальше. Очень хорошая карта. Затерянный город. В этом режиме стандартный бой не очень. Штурм хороший. Ну и встречка более-менее нормальная. Очень замечательное предложение. Сделать стандартным боем штурм. Чтобы респы в стандартном бою находились там, где находятся в штурме. Это не основные проблемы карт. Это так, разогревочные. Основная проблема карт, то что они снова оказуалились. Стали проще. Сделали много всяких затычных позиций, как я называю. Так называемые позиции камень-куст. Понаставили эти камни-кусты абсолютно везде. Корбин говорит, что это вот при переделке карт понатыкали этих позиций. Устрайка мнения, что эти позиции делали всегда. Просто они до сих пор не остановились, поэтому их делали все больше и больше и больше. И сейчас их уже просто до хрена. В чем проблема этих позиций? В том, что даже самый слабый игрок может занять эту позицию камень-куст. И ты ничего с ним не сделаешь. Он сидит в этом камне-кусте и по-любому нанесет урон. Прежде чем засветится, а иногда даже не засветится. И этих позиций чересчур много везде. На некоторых картах это просто куча мусора. На некоторых картах это куча мусора плюс куст. И этих позиций стала куча везде. Все города состоят из того, что на каждом повороте куча мусора с кустом или без куста. На некоторых картах, как на Руинберге, с одной стороны есть кучи, с другой стороны их просто нет. Их, во-первых, чересчур много. Во-вторых, камень с кустом понатыканы там, где их не должно быть вообще. И очень здравое мнение было от Корбина, что нужно такие позиции ставить где-нибудь посередине карт, чтобы каждая из команд могла побороться за эту позицию и только потом занять ее. А не так, что у каждой команды просто усеяна вся карта в этих позициях. Их чересчур много. Это очень жесткая проблема для многих хорошо играющих. Но, скорее всего, для большинства эти позиции были созданы, чтобы слабо и среднеиграющие игроки везде, где попало, могли становиться в камень куст и хоть какой-то урон бесплатно наносить. Лично от себя еще добавлю, что многие из карт вообще никак не сбалансированы просто помоище. Одна из сторон абсолютно никогда в жизни не выигрывает. И это полный бред. В общем, проблемы с картами очень большие. Очень большая еще проблема в картах такая, что коллижен модельки кустов, домов, камней, трупиков танков не совпадают с тем, что мы видим на клиенте. И иногда очень тяжело стрельнуть или правильно прицелиться из-за того, что трупик танка, который мы видим, не совпадает с тем, что есть на сервере. Поэтому мы иногда видим вражеский танк, а контура у него нет. Это очень сильно мешает и сбивает. Поэтому это все очень давно уже в игре есть. Это нужно исправлять, но вряд ли когда-то это толком исправится. Но над этим нужно картошке очень сильно поработать. Это крайне сильно мешает адекватно играть. Следующая проблема, которая у кого-то на третьем месте, у кого-то на втором месте, у кого-то на первом месте. Это колесники. И опять же, эта проблема могла решиться тем, что постепенно небольшими патчами колесников можно было потихоньку нерфить, нерфить, нерфить до адекватного состояния. Очень токсичные в целом колесники, которые очень многих раздражают. Для большинства это вообще, наверное, одна из важнейших проблем в игре. На мой взгляд, вообще в колесниках много чего непонятного и неадекватного. Во-первых, я не понимаю, почему на девятом уровне альфа 240, а на десятом уровне вдруг 390. Также я не понимаю, почему у колесников завышенное пробитие фугасом даже выше пробития, чем в аналогичных пушках на других танках. Откуда это все понабралось и зачем их так сильно перекрутили в некоторых параметрах, я не понимаю. Зачем они так сильно поворачивают на одном месте на большущей скорости, просто разворачиваются и крутятся. Ураган как будто бы хотят создать, я не понимаю. Кто это настраивал, он вообще адекватен или нет. Вообще невозможно в реале на одном месте на такой скорости развернуться. Никакой транспорт на планете не развернется на такой скорости на одном месте, просто на одном пятачке малюсеньком. Откуда этот бред? Понятно, что это игра, а не реализм, но это бред полнейший. Что предложили Корбин Страйк, Стэнлок и Ликвидатор? Грубо говоря, предложение следующее. Во-первых, вывести их в отдельный класс техники, понерфить фугасы можно и понерфить динамику разворотов. В целом, грубо говоря, все. По сути, колесников много и их популярность нужно уменьшить. Как и в целом ЛТшек, их сильно много в каждом бою. Их, как и артиллерии, должно быть, грубо говоря, пару штук на бой. Вот, в принципе, по колесникам все. Я абсолютно не понимаю, как можно было это вводить в игру, и кому это нравилось, что разработчики говорят, всем понравилось, мы вводим это в игру. Это бредятина. Колесники, да, должны ехать быстро вперед, но не должны быстро поворачивать. С какого перепуга? На такой скорости они еще разворачивают. На одном месте это бред. Разработчики же хотят понерфить колесников следующим образом. Увеличить влияние пробитых колесиков на маневренность и скорость. Насколько я понимаю, сейчас у колесников и так с этим проблемы. Да и после одного попадания и пробивания нескольких колесиков, можно просто нажать ремку и поехать дальше. А второй раз неизвестно, когда там в него уже попадут. На мой взгляд, это бред. Скорее всего, получится так, что либо колесник будет жить весь бой, либо он сразу же будет умирать. Если ему позбивают колесики, он скорее всего тут же и сдохнет. Либо если в него не попадут, когда он на полной скорости летает, как и летал сейчас, то он будет жить весь бой. То есть тут из крайности в крайность. Либо он вообще не умрет, либо умрет сразу же. Это бредятина. И на мой взгляд, нужно подходить к этому более адекватно. Я бы, честно говоря, сделал ему альфу 360. Это было бы более адекватно после 240. И понерфить ему также вот эти вот развороты бешеные на одном месте. Такого вообще не должно быть. Потому что остальные ЛТшки, они не могут так жестко в урон, как колесники. Также еще про Жетто тоже. Очень такой оказуаленный батчат, грубо говоря. По мнению, опять же, тех, кто был на этом стриме, его нужно понерфить. Потому что он токсичный, его сильно много, он слишком популярный. Но даже слабо играющие и среднеиграющие танкисты могут вполне себе реализовать этот танк на достойном уровне. То есть этот танк легко реализовать, но потолок его скилла не такой уж высокий. В него смогли немногие, прям чтобы жестко прям разрывать. Но в целом на нем все играют хорошо. Почему так происходит? Потому что он и быстро ездит, и хорошо кемперит, и у него барабан, он может приехать кого-то там забрать, у кого не сильно много ХП. И пробитие, и точность, еще его хрен пробьешь. Подкалиберы его не пробивают, потому что там очень жесткие углы на ВЛД, да и борта закругленные. И башня тоже имеет места, где брони сильно много. В общем, по поводу прожета, в основном сходятся с мнением, что нужно понерфить им броню и максимальную скорость. Вот такие вот, короче, основные проблемы, по мнению Страйка, Стэнлока, Корбина и Ликвидатора. Там, конечно, было еще очень много всяких мелких вещей, за которые они говорили. По ссылке в описании можете перейти и посмотреть. Я же попытался затронуть основные, рассказать про них, мое мнение добавить. В целом, мне очень сильно понравился стрим. Очень рад, что я его посмотрел и что эти, безусловно, хорошие игроки собрались и высказали свое мнение, что они думают, какие сейчас проблемы в игре. Первый раз я в картохе услышал, что у кого-то есть такие же проблемы, как у меня. Это замечательно. Поскольку картошкины стримы смотреть, там, где они мямлят что-то про игру, это полная бредятина. Вот нормальное, адекватное мнение о проблемах World of Tanks. Также еще в конце стрима, короткая такая тема, все они заметили, что снаряды так или иначе падают в землю. И Страйк высказал свое мнение, что связано это возможно с тем, что большинство играет на клиентском прицеле, не серверном. И когда ты раскачиваешь свой танк, прицел опускается. И в этот момент, если вы стрельнете, вы стрельнете ниже. Вот он и падает в землю. Это возможно одна из причин. Также еще одна из причин, даже картошка сама про это рассказывала. Проблема падения снарядов в землю. Они, во-первых, попытались немного исправить. А во-вторых, это также еще связано после HD патча, HD карт. Когда добавилась тесселяция поверхности земли. Если ее выключить, будет более понятно, где на самом деле там эта земля находится. Но еще от себя я такое заметил, что разработчики рассказывали, они немножко серверной частью попытались уменьшить количество турбобоев. Это Макаров рассказывал, пока он еще там не ушел из варгейминга. Как раз таки, кажется, на стриме года это и было. Как они могли уменьшить количество турбобоев путем настроек серверов. Уменьшить альфу, чтобы она чаще летела меньше среднего. Если присмотреться, чаще всего мы видим альфу ниже среднего. Это одно. И второе, насколько я понимаю, вот эти вот падения в землю. Возможно. Может быть, это не с этим связано. Также разработчики сами говорили, что они немного это поправили. Возможно, они сделали так, чтобы снаряды чаще падали в край прицела. А потом сделали это чуть меньше. Хрен его знает. Пока разработчики сами это не расскажут, толком мы это не узнаем. Но стрельба стала конченнее, чем раньше. Это заметили все, кто был на этом стриме. А эти люди играют много в картошку. Играют очень хорошо. И действительно, реально стараются в нее играть. Вот действительно проблемы в World of Tanks у игроков, которые в нее реально играют. И этот стрим я бы назвал стрим года по World of Tanks. А не то говно, которое у картошки. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пишите обязательно комментарии, что вы про это думаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok